приветствую вас на моем канале сегодня мы рассмотрим мод scania 2 серии а именно scania 112h сейчас я нахожусь в мод менеджере потому что мод состоит из нескольких файлов так что чтобы вам было удобнее и информативно я расскажу как их ставить как мы видим scania to series edit тогда там ставим внизу дальше у нас идут dlc неважно какое делись dlc flags или toys это стандартные дилсичные предметы любой последовательность но над вот этим основным модом далее мы можем ставить sisal sisal также поддерживаются и применяем и смотрим уже в конфигураторе это все как мы видим находится в стандартном салоне scania так что все нормально выглядит моделька вот таким образом давайте рассмотрим ее огромные циферки 112 hv hw 360 интеркулер уже вот такие вот у нас усики установлены интересная конечно модель необычная и смотрим что у нас по нашей конфигурации нормал кабинка стоит и вот такая вот топ-лайн давайте топ-лайн поставим идем к шоссе шоссе 4 на 2 4 на 4 е видим что надпись у нас меняется с лифтом заднем 6 на 2 6 на 4 и максимально это 8 на 4 у нас уже такой вот шкаф добавляется ну давайте вот этот вариант и выберем идем к двигателям видим что у нас по двигателям есть такой небольшой выбор от 310 лошадиных сил до 512 лошадиных сил что по трансмиссиям здесь уже поскромнее выбор от 9 передач до 16 есть вариант с ретарда 12 передачами смотрим теперь интерьерчик как выглядит наш интерьер вот такие текстильные у нас сидушки и кровать немножечко конечно некрасиво выглядит вот эти растяжки текстур что на сиденье что на кровати и прибор очка вот таким образом выглядит давайте посмотрим все варианты ничего не меняется приборка светлая видим темная вот так вот текстурка кожи добавляется под дерево текстурочка ну принципе и все сильных таких глобальных каких-то изменений видим что у нас даже тонировка в некоторых вариантах добавляется тонировка боковых стекол не знаю с этим я думаю непрактично ездить абсолютно плохо видно наше зеркало это при том что в гараже вполне так светло давайте выберем какой-то светлый вариант я думаю вот этот вариант с кожи будет оптимален переходим дальше к покраскам видим что у нас есть вот такие вот скинчики стандартные поддерживаются вот такой огонь можно сделать мне стандартные никогда не нравились вот эти с черепами но я думаю что-то чересчур ну давайте вот такой вот скинчик выберем это из стандартных тоже здесь можно цвета конечно же менять оставим по дефолту чтобы не растягивать видео переходим к внешнему тюнингу начинаем как всегда с бамперов видим что хром хром пэйнт и пластик три варианта у нас давайте в пэйнт покрасим можно добавить дополнительные фарки так вот они снизу будут висеть ну я думаю что это не практично можно полностью заменить бампер вот на такой вариантик это уже выглядит получше точки света как мы видим сюда становится некорректно как-то под него снаружи я их не вижу так что убираем так и идем дальше что у нас по защитам защитки ставится следующим образом в принципе вот такая защита вполне себе нормальная но она как-то перекрывает наши фары так что не думаю что это хороший вариант вот такая вот защита ничего не перекрывает но с другой стороны на мне визуально не нравится или вот такую поставить давайте вот такую поставим защитку ну чтобы даже на скриншоте было понятно что этот грузовичок поддерживают защитки так следующее на эту защиту можно поставить точки световые хватит здесь по фарке еще добавим чтобы было очень ясно нам так что у нас козырьком давайте посмотрим это у нас тонировка окон кстати блин не хотелось бы тонировать я сейчас тоже перепроверю если тонировка или нет с другой стороны тренировка зачастую помогает если у нас какие-то проблемы с рулем вот видим тонировка полная смотрим но в салоне и не видно так что можно вполне себе ставить такую тонировку но думаю что это дело вкуса просто так это все у нас внутри ставится так что козырек у нас получается не съемный есть флажки поддерживаются флажки что по зеркалам как видим у нас только цвет только цвет меняется так что давайте поставим оставим так как было есть несколько light баров они тоже вполне себе стандартные давайте попробуем хорн прицепить хорн будет торчать вот этот light бар не значит не подходит не люблю торчащие дудки так как с этой точки убраться давайте пробовать другие видим что некоторые light бары некорректно конечно посажены вот с этим light баром никогда нету проблем так что на него ставим хорны наши вот теперь они выглядят нормально и все отлично даже кстати он тоже немножечко видим в текстуру заезжают именно спереди но это сильно не бросается в глаза но кто-то может все-таки придирается к этому так что смотрите так точки еще фарки не будем добавлять наверно так рассмотрим спойлер я здесь не нашел вот эта точка как видим у нас только за мигалочки отвечает можно поменять текстуры и не только текстуры видим что три ступеньки 2 текст ступеньки заметьте что тоже текстурка торчит некорректно сделано не все идеально в этом моде так ну давайте вот такую ninja ninja ступеньки поставили ручку тоже можно покрасить чтоб ее лучше было видно но и все равно плохо заметно пластиковую поставил хоть чуть-чуть чтобы видно было так 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 это у нас я так понял антенки двойная антенка какая-то даже в paint красится антенка я такого еще не видел конечно ну давайте такие антенки в paint покрасим такой жучок у нас получится так идем дальше сзади тоже много точек нужно ничего не пропустить по трубам три варианта с одной с другой стороны и двойная ставим двойную можно трубу и снизу выводить ну давайте пускай будет и там и там труба так защитки можно тоже красить она тут идет защита колеса такая сплошная принципе неплохо выглядит надо примерить обязательно трейлер чтобы все было хорошо что у нас по колесам и по дискам все по стандарту хотя вот это что не припоминают эти диски такие вот диски ну давайте вернем стандартный диск так идем дальше где еще эту точки пропустил здесь мы посмотрели нижняя труба так вот еще есть точечка вот такие вот добавляют спойлера нам это по моему этот борт для серфинга но поскольку у нас у такой вот варианта его не видно просто так что убираем и это трубы опять же все мы поставим поставили все возможные модификации смотрим еще здесь сзади тоже трубу можно и на эту сторону вывести ну пускай будет на принципе нам абсолютно не мешает так баг регулируется только с этой стороны что ли давайте посмотрим меняется текстурка ну точнее окраска этого нашего шкафа ну давайте в paint его покрасим все вот такой вот красивый у нас грузовичок получился давайте посмотрим что мы можем менять внутри так здесь у нас флажки по зеркалам мы разобрались что только раз разокрашивать можно здесь у нас два вида gps давайте посмотрим 1 2 видим один на другой накладывается так не надо делать нужно чтобы они взаимозаменялись ну давайте поставим побольше и вот прямо он смотрит по рулям давайте смотреть есть варианты по рулям в принципе вот этот мне больше нравится ну давайте посмотрим все варианты так ну вот этот или где еще был кожаный или вот это давайте вот этот он такого тонкий и хорошо видно приборе нас поддерживается аксессуары для руля как стандартные так и сисловский на дашборд сисл тоже ставится давайте поставим какую-то фигурочку и кубок ну принципе это не имеет значения главное что есть поддержка сислов это очень хорошо что у нас будет не пусто на нашем столике так турецкий не буду ставить давайте спрайт туда положим здесь у нас стандартные предметы ставятся таблички можно поставить стол вот такой он как-то как-то некорректно как вы видите по отношению к приборке ставится так что не рекомендую столик вот этот ставить как мы видим что на пассажирское к сожалению сислов не применяется это тоже недостаток я считаю и также заметьте что у нас вот текстура наезжает на нашу палочку так здесь тоже сисла почему-то нет почему здесь сисла нельзя ставить это то я не знаю так зеркала видим точка вынесена аж сюда я ее здесь не нашел оказывается что . что по центру не знаю как это так получилось сверху стандартные висячие предметы принципе они так высоко повешены что абсолютно нам не мешают вот такой вот я так понял это радио ну не знаю выглядит конечно ужасно что провод красного цвета шторки можно тоже вешать давайте повешаем какую-то шторочку красная подойдет вполне но тоже как-то видим что некорректно шторка ставится видим что она немножечко дальше должна быть а не въезжать вот эти наши козырьки так хорошо давайте посмотрим что у нас на окне на окне как мы видим прописан сисл он здесь имеется но есть проблема слишком слишком как бы близко все находится к нашему обзору если бы эти точки были где-то здесь разнесены то было бы лучше вот здесь флажочки повесить было бы классно здесь они практически не нужны так что у нас здесь антенны радейку можно поставить как мы видим радио тоже провод ушел сюда некорректно давайте обычное радио поставим чтобы не было пусто и можно поставить радио здесь как видим тоже провода куда-то ушли непонятно это радио или нет так что не будем сюда больше ничего ставить и в принципе по нашему интерьер чеку все давайте посмотрим прям в хороже как смотрится трейлер и как цепляются кабели и так прицепил я трейлерок стандартный видим что кабели у нас зацепились все хорошо посадка посадка вроде бы нормально немножечко кажется что он завышен и тут все хорошо заметьте что здесь вот такая сплошная защита и если трейлер будет перекошен то естественно будет ее цеплять здесь же все нормально в принципе в принципе проблем никаких не должно быть стан это стандартные трейлеры все нормально переходим уже к тесте в тестом в игре решил я перепроверить как дела обстоят с трейлерами видите да действительно никаких проблем трейлер не перекошен я все боялся что он будет приподнят вверх но все нормально давайте немножечко в другую местность я перемещусь уже без трейлера и так отцепили мы наш трейлер давайте я заново включу запуск двигателя чтобы вы послушали довольно таки мощно звучит и слышите как выключается долго вот такое вот оригинальное оригинальный звук включения давайте осмотримся по салону какая-то черная штучка у нас кто-то что-то забыл что ли вот так вот выглядит салончик у нас зазор первый замечен на правой стоечки здесь я думаю он тоже есть видим что некоторые текстурки неправильно сходятся gps довольно таки информативный нормального размера так вот выглядит у нас панелька все все циферки буковки большого размера давайте попробуем поворотники видим что есть и анимация и сигнал отлично сигнал тоже хорошо слышно постоянно забываю при версии 1.37 проверить как у нас работают стеклоподъемники и видим что они здесь рабочие подымаем правый теперь про проверим райт да все рабочие подымаемся все отлично так следующее что мы проверяем это включаем дождик видим что лог достаточно чистый тут все хорошо дождь нам сразу все позаливал это хорошо на люк сверху не попадает но в принципе это совсем не важно вот этот зазор конечно сильно бросается в глаза так давайте включать дворники видим что у нас есть анимации переключение режимов дворника три штуки у нас и видим что дворники у нас справляется перемещаемся на внешку и видим что у нас дворники работают на нормально не пугайтесь тонировку я так и оставил это просто тонировочка такая все нормально вполне себе рабочие дворники и теперь тестируем ночь у нас так принципе дворники можно выключать достаточно светловато у нас здесь давайте включим свет видим что подсветка такая глобальная не просто циферки загораются а именно это квадратная область загорается какая-то анимация переключения мною не замечено подсветка в салоне давайте проверим на у ничего не происходит так что только вот так вот посмотрим как выглядят фарки фары очень яркие это хорошо поворотники и поворотники тоже хорошо видны хотя дублирующих нету почему-то сзади тоже отлично все видно возвращающийся наш грузовичок включим день и немножечко проедемся буквально чуть-чуть такие по бокам заметьте мутноватые такие у нас окошки громкий громкий достаточно громкий у нас трак получился это еще окошко у нас закрыто сейчас открою окошко вот такой вот звук двигателя с открытым окошком так ну я думаю что мы заедем там автосалон ман нам туда не надо здесь подведем итоги в принципе можно было немножко развернуться ладно для симметрии стану здесь лично звук двигателя можно глушить окошко нужно не забыть закрыть закрываем окошко теперь можно баловаться фичей так давайте подведем итоги выключая двигатель потому что достаточно громкий двигателек здесь некоторые посчитают это минусом долго очень выключается в звук выключения очень долгий и так у нас есть в этом моде поддержка сисал предметов хотя не везде вот хотелось бы чтобы была поддержка на сиденье чтоб пассажирская чтоб можно было пассажиром некоторые недостатки замечены были в текстурам видим здесь на спалке заезжает у нас текстурка вот эта текстурка сделана очень небрежно от этой резиночки смотрим зазор мы видим в правой стойке здесь он тоже наверное есть видим что некоторые текстуры не совпадают зеркала нормально посажены хорошо удобно их видно сразу же обзорность у грузовичка достаточно неплохая по текстурам тоже все неплохо все нормально читаемые достаточно у нас датчики не все анимации есть у нас есть анимация поворотников вайперов переключение света по-моему нету они есть 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 видим что кнопочки все-таки у нас работают при включении света подсветочка у нас только лока локальная такая для приборки здесь квадрат засвечивается а в самом салоне глобальной подсветки нету хотелось бы чтоб ее добавили gps неплохой мне понравился он в нужном месте можно было его конечно немножечко ниже даже посадите ничего бы не случилось что касается внешки внешне выглядит привлекательно достаточно не сильно много внешнего тюнинга но вполне достаточно есть и защиты есть дополнительный вид с бампером но некоторые вот включая даже light bar некоторые элементы видим что некорректно у нас про прописано видим что наш light бар немножечко ушел крышу спереди вот именно и также на переднем бампере вот этом опциональном который я поставил точки световые точки некорректно расставлены они не все на нужных местах в итоге давайте подведем итог по данному моду в принципе грузовичок достаточно неплохой большинству людей он понравится но таким придирчивым как я например я много недостатков все-таки нахожу в модельках потому что их много перепробовал и уже у меня есть какие-то стандарты этому моду я больше 8 из 10 я поставить не могу потому что вы видели у нас есть и зазоры у нас не хватает пассажиров не на не на все точки можно ставить пассажирам и даже восьмерка для этого мода наверно много но учитывая то что я семерки ставлю легковым автомодом на легковые автомобили то я думаю восьмерку можно поставить козырьков тоже нету по внешнему тюнингу очень мало элементов хотелось бы по побольше зачем здесь тонировки даже в интерьер всунули тонировку такую боковых окон зачем я не знаю потому что в них просто зеркало перестает ну не видно стает его это еще днем а если если вечером ночью то вы ничего не увидите там только точки фарм возможно вот такой вот у нас мод получился всем спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте подписаться на мой каналчик я буду дальше делать обзоры модов не только на евро truck simulator но и american truck simulator city car driving на mad runner snow runner еще подумаю возможно тоже будут моды по этим играм всем спасибо за внимание и до новых встреч